Викандер, Алисия Алисия Аманда Викандер, Швед Аличия Аманда Викандер, Рот 3 октября 1988 года, Готтиберг, шведская актриса, танцовщица и продюсер Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана и премии Гильдии киноактеров США за роль художницы Герды Вегенер в биографической драме «Девушка из Дании» Также известно благодаря ролям в таких картинах, как «Воспоминания о будущем», агенты АНКЛ, «Из машины», Джейсон Борн и Том Прейдер, Лара Крофт Ранняя жизнь Родилась в Готтиберге в семье театральной актрисы Марии Викандер и врача-психиатра Сванти Викандера Родители расстались, когда Алисии было два месяца, ее воспитывала мать Со стороны отца у актрисы пять сводных братьев и сестер По словам Алисии, ее детство было прекрасным, для своей матери она была единственной, но при этом была окружена большой семьей, так как каждую вторую неделю навещала дом отца У девушки шведские и финские корни Актерская карьера Викандер началась, когда ей было семь лет Девочка выступила на сцене Готтиборской оперы Точка позже, она еще не раз сыграет на этой сцене в таких мюзиклах, как «Звуки музыки» и «Отверженные» В 1997 году Алисия выиграла в детском телевизионном певческом шоу Кроме того, с девяти лет Викандер посещала уроки балета, а, переехав из Геттиборда в Стокгольм, поступила в Королевскую балетную школу Швеции, которую закончила в 2007 году Одно время будущая актриса училась в Американской академии балета в Нью-Йорке Осознав свою страсть к актерскому мастерству, в 16 лет Викандер бросила школу ради съемок в сериале Развитию танцевальной карьеры помешали травмы Известно, что в какой-то момент Алисия поступила в юридическую школу, но так ни разу ее не посетила Карьера Алисия начинала со съемок в короткометражках и на телевидении Карьера девушки начала набирать обороты с 2010 года Снившись в фильме к чему-то прекрасному, Викандер получила премию «Золотой жук» за лучшую женскую роль А также премии Стокгольмского и Берлинского кинофестивалей Актрисы заинтересовались в Великобритании А в скором времени она заключила контракт с американским агентством «United Talent Agency» В 2011 году Викандер исполнила роль королевы Каролины в фильме «Королевский роман», где ее партнером стал Мац Микельсен В 2012 году сыграла Китти в новой экранизации Романа Анна Каренина в компании таких актеров, как Кира Найтли, Джут Лоу и Арон Тейлор Джонсон Фильм частично снимали в России, недалеко от Санкт-Петербурга И, по словам актрисы, эти съемки оставили ей очень яркие впечатления Температура опустилась до минус 40 градусов Цельсия И в течение пяти дней она оставалась в доме, где не было горячей воды, а вместо кровати стояли скамейки Российские охранники защищали Алисию и ее коллегу по фильму Донала Глиссона от волков и медведей Которым по сути принадлежала та опустилая местность В 2013 году Викандер была номинирована на премию Бафта как восходящая звезда В целом, 2013 и 2014 годы стали крайне насыщенными для актрисы Она снялась в фильмах «Пятая власть» с Бенедиктом Камбербетчем в роли Джулиана Асанжен «Воспоминания о будущем», где ее партнерами выступили Кит Харрингтон и Терона Джертон и седьмой сын Фэнтези Сергея Бодрова-старшего Точка Викандер сыграла в фильме «Получеловека, полуведьму» Кроме того, в 2014 актриса активно участвовала в съемках комедийного боевика Гай Ричи «Агенты АНКЛ», основанного на одноименном телесериале «Английский Руск» 1960-х годов Вместе с ней в картине сыграли Генри Кавилл и Арми Хаммер В этом же году вышел научно-фантастический фильм «Из машины», в котором Викандер исполнила роль робота Авы, обладающего искусственным интеллектом За свою игру актриса была номинирована на «Золотой глобус» и премию «Бафта» В 2015 году Викандер сыграла художницу Герду Вегенер в фильме «Девушка издания» режиссера Тома Хуппера Роль принесла ей премии «Сак Ауартс» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана Алисия стала второй шведской актрисой, удостоенной этой награды С 2015 по 2017 актрису можно было увидеть в картинах «Шеф Адам Джонс», «Свет в океане», «Джейсон Борн», «Тюльпаная лихорадка», «Эйфория и погружение», где ее партнером стал Джеймс Макэвой Производством «Эйфории» занималась компания, основанная Викандер совместно с ее агентом Чарльзом Кольером В 2018 Викандер исполнила главную роль в приключенческом боевике «Том Прайдер» «Лара Крофт», основанном на перезапуске серии игр «Том Прайдер» В июне 2020 года в российский прокат выйдет фэнтези «Легенда о зеленом рыцаре», основанная на по имени известного автора XIV века Помимо Викандер, в фильме сыграли Дев Патти Лиджаэл Эдгертон Личная жизнь С 14 октября 2017 года замужем за актером Майклом Фассбендером Они познакомились на съемках фильма «Свет в океане», в котором играли супружескую пару Алисия и Майкл живут в Лиссабоне В 2015 году Алисия Викандер была лицом Лауиз Вуитон Актриса осуждает гендерное неравенство В 2017 году она стала одной из 584 женщин, анонимно обратившихся к шведской кино и театральной индустрии с просьбой обратить внимание на культуру сексуальных проступков Фильмография Примечания Ссылки